Дальневосточный БИМ-форум в Хабаровске Мы формируем новую точку технологического развития не только региона, но и Востока России в целом. Как это стало возможным? Наверное, два фактора спроса и предложения. Спрос связан с тем, что Дальний Восток является полигоном опережающего развития. Здесь собрана целая плеяда важнейших проектов инфраструктурных. Значимых инвестиционных, реализация которых просто невозможна без внедрения новых технологий, цифровых технологий, технологий в строительстве в том числе. Это спрос. Ну а предложение. Дальневосточный университет путей сообщения за свой более чем 80-летний период развития сформировал несколько научных школ, накопил определенный потенциал. И вот сегодня эти факторы сложились. Возник определенный такой удачный проект, который был реализован в рамках сегодняшнего БИМ-форума. А правильно ли я понимаю, что вот этот университет выбран не просто так, и все те знания, которыми сегодня делятся эксперты, участники, они будут применены уже в новом учебном году? Да, вне всяких сомнений. Дело в том, что наука без образования, она недолговечна. Необходимо подкреплять кадрами всех уровней и студенчеством, и кадрами высшей квалификации. Позиция развития БИМ-технологий, она была поддержана на уровне правительства Российской Федерации. В этой связи были выделены бюджетные места уже в эту приемную кампанию. Мы планируем принять одну группу подготовки, это полностью бюджетные места, ну а внебюджетными местами мы не ограничены. Возможно, с этого вопроса нужно было начать интервью, тем не менее, давайте раскроем для тех зрителей, которые не знают, что такое БИМ, что это вообще за аббревиатура такая. Ну, это перевод трех английских слов, это информационные моделирования в строительстве, вкратко. Суть в том, что это новые подходы, которые позволяют нам, ну если вот обывательски подходить к этому вопросу, мы готовы от этапа проектирования до процессов ввода в эксплуатацию, эксплуатации объектов и вплоть до этапов реконструкции совершенно на качественно новом уровне подойти к организации этих вещей. Сегодняшний проект включает в себя информационные модели, информационные модели, связанные с тем, какие технологические решения были реализованы, сколько они стоили, насколько они связаны друг с другом, в какой этап времени. Ну, вот очень такой, может быть, бытовой пример. Мы буквально завтра уже сможем строить, допустим, мосты путем использования масштабированного 3D-принтера. И этот мост будет построен по проекту БИМ-технологий, который будет говорить о том, что, значит, мост должен иметь определенные проектные решения, условия, параметры. В течение всего периода эксплуатации мы будем контролировать с точностью спутниковых систем параметры этого моста, смотреть критически важные элементы его, и вплоть до того, что до момента реконструкции мы можем понимать, как более правильно провести эти вещи, каким образом продлить срок службы искусственных сооружений, ну и так далее. Это совершенно новый качественный уровень к проектированию, к эксплуатации объектов. Он, конечно, за собой несет и колоссальные экономические эффекты. Я думаю, что плюсы здесь очевидны даже людям, которые не очень разбираются в этой сфере. Есть ли какие-то минусы у технологии? Ну, прежде всего, речь идет о том, что сегодня это этап внедрения. Буквально с января этого года изменилась нормативно-правовая база, которая сегодня требует при прохождении глав госэкспертизы наличия разделов БИМ-технологий в проекте. Через год этот подход будет расширен на более широкие сферы строительного бизнеса. Ну, как и любой этап внедрения, он сталкивается с определенными трудностями. Сегодня это пионерский проект. Он связан с чем? С отработкой терминологической базы, чтобы она была принята всеми участниками. С отработкой технологий моделирования, библиотек, соответствующих инструментов, программного обеспечения. С дефицитом трудовых ресурсов в этой сфере. Это тоже важнейший вопрос. Вот, ну, я считаю, что те участники проекта, которые сегодня собрались на БИМ-форуме, именно с согласованными усилиями и транспортных компаний, и органов государственной власти, науки и образования, нам вполне по силам решить все эти проблемы. Форум проходит на протяжении двух дней. Помимо участников есть гости, зрители, которые решили прийти и получить ту самую ценную, важную информацию. Довольны ли вы количеством пришедших гостей? Вне всяких сомнений. Это более 500 участников. Это очень широкая география. Учитывая, что это первый БИМ-форум на Дальнем Востоке. География от Москвы до Сахалина. Федеральные спикеры, крупные корпорации, федеральные органы исполнительной власти, наука, Российский университет транспорта, город Москва, наши коллеги, проектные организации. Это вот очень мощный пул, который способен дать хороший толчок к развитию. Спасибо вам большое и успехов. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!